Почему упал курс рубля? Когда возможны переговоры по Крыму? А Украина впервые сама выложила ролик с обстрелом территории России. Это объектив, а это Екатерина Воропай. У нас, как обычно, самая интересная аналитика, которой практически нет в открытом доступе. Ну и новости. А начнем мы с вами с курса рубля. Вчера курс доллара на московской бирже поднялся до 81 рубля. И такого не было уже почти год. Пора задать вопрос, а что случилось? Последний год курс рубля зависит в основном от разницы между экспортом и импортом товаров в Россию. И тут санкции изоляции действительно берут свое. С началом войны в Украине импорт в России упал. Иностранные товары в страну агрессора возить не очень-то кто-то хочет. А они покупаются за валюту. Ну а если нет товаров, то падает и спрос на валюту внутри страны. Это, собственно, и толкало курс рубля вверх. Выведение экспорта тоже толкало рубль вверх. Продажа товаров из России, особенно всяких там нефти и газа, какое-то время сохранялась на прежнем уровне. Помните, как Путин нефть Европе продавал за рубли? Пока эту нефть европейцы покупали, был спрос на российскую валюту. Но вот к концу 22-го года все изменилось. Ввозить в Россию иностранные товары стали больше за счет Китая и Турции. Их надо покупать за валюту. Спрос на нее растет. Курс валюты толкается вверх, а рубля вниз. Поведение экспорта рубль, так сказать, добивает. Европа установила потолок цен на нефть и газ и начала слезать с иглы российских энергоресурсов. Экспорт сократился. Спрос на рубль тоже, ну как и его стоимость. В одном из недавних выпусков мы рассказывали, что страны ОПЕКа, в первую очередь Саудовская Аравия, ну и Россия, сократят добычу нефти. Это уменьшит предложение нефти на рынке, и ее цена, соответственно, вырастет. Процесс уже начался, но особого эффекта на рубль не оказал. Во-первых, чтобы продать нефть и получить прибыль, нужно время. А во-вторых, сам экспорт нефти из России упал, как и доходы от него. Влияет на курс рубля и поведение западных компаний, которые из России уходят. Иностранные компании хотят продать свои российские активы, а вот российские власти пытаются этому помешать. Например, с прошлого лета крупные иностранные компании в России могут продать свои активы только с одобрения российских властей. Такие меры вызывают все больше паники среди инвесторов, и они уходят еще активнее. Агентство Bloomberg связало падение рубля именно с одной из таких сделок. Прямо сейчас британская компания Shell продает свои активы в проекте «Сахалин-2». Он занимается добычей нефти и газа в Охотском море. Коммерсант сообщает, что разрешение от российских властей на продажу и вывоз средств Shell получил благодаря личной просьбе к Путину Леонида Михельсона, владельца Новотек, собственно, покупателя активов. В случае успешной сделки британцы заберут с собой почти 100 миллиардов рублей. А когда иностранцы продают крупные активы в России, это порождает спрос на валюту внутри страны. Ну и давит на рубль. Кстати, интересный факт. Все крупнейшие финансовые сделки в России за прошлый год – это именно продажи иностранцами своих российских активов. То есть, вместо того, чтобы инвестировать в российскую экономику и заниматься в России бизнесом, иностранцы вообще-то по понятным причинам бегут из страны. Например, компания Nespers продала в прошлом году сервис Авито, а Mercedes-Benz и Renault – свои автомобильные заводы. И по оценкам аналитиков, в ближайшее время такое бегство инвесторов усилится. На обычных людей курс рубля тоже повлияет. Импортные товары, что еда, что техника будут дороже. Так что тратить денег россиянам придется больше. Что будет дальше с курсом рубля, мы вам не скажем. Оставим предсказывать специалистам. Однако, вот что мы точно можем сказать, так это то, что каждое ваше ежемесячное пожертвование, что в рублях, что в другой валюте, помогает нам развивать канал. Вот иногда придумываем разные приколы, как в концовке вчерашнего ролика, которое всем очень понравилось. Если вы хотите чаще такое видеть, поддержите редакцию своей подпиской. А вот как ее оформить, смотрите в описании под роликом. Украина готова к переговорам с Кремлем о статусе Крыма. Громкий заголовок. Но есть нюанс. Только в случае успешного контрнаступления, когда ВСУ подойдут к административным границам полуострова. Об этом вчера заявил замруководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига. Громкие слова тут же подхватили все мировые СМИ. Ведь это первое за несколько месяцев заявление украинских властей о диалоге с Москвой. В сентябре прошлого года Россия аннексировала 4 украинских региона. После этого Зеленский официально запретил вести переговоры с Путиным. Естественно, на этом фоне заявление Андрея Сибиги вызвало большой резонанс. Однако, как подчеркивают журналисты Financial Times, в ближайшее время переговоров России и Украины ждать точно не стоит. Сейчас Киев полностью сосредоточен на предстоящем контрнаступлении ВСУ. И именно от его успеха и зависит позиция Украины по переговорам. И даже упомянутый Андрей Сибига подчеркнул, что Киев не исключает освобождение Крыма военным путем. Так что только наступление украинских военных определит дальнейшие шаги украинских политиков. А до тех пор размышлять о дипломатии смысла особого нет. Кроме того, по опросам, больше половины украинцев поддерживают возвращение всех своих территорий. Даже если это ослабит поддержку Запада. Так зачем же делать такие заявления? Эти заявления направлены на внешнюю аудиторию. Для Европы и США готовность Киева к дипломатии хороший знак. Там скептики уже давно сомневаются, что ВСУ сможет отвоевать Крым. А еще многие политики на Западе считают полуостров настоящей красной линией для Путина. Ну и боятся, что ради защиты полуострова Кремль решится даже на ядерную эскалацию. Именно поэтому украинским дипломатам важно показать, что Киев не полностью отказывается от идеи переговоров. И как только будет возможность, так сразу к ним вернется. Вчера некая диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась снова проникнуть в Брянскую область. Но губернатор области Александр Богомаз отчитался, что группу удалось остановить. Им нанесли огневое поражение. Как именно, чем и что это значит, в Брянске не пояснили. Ответственность за попытку диверсии взяли на себя представители русского добровольческого корпуса. Они называют себя российскими солдатами, которые воюют на стороне Украины. И у них другая версия событий. В области они все же проникли, с местными жителями пообщались и все свои нужные дела сделали. Кстати, это не первая их вылазка. Примерно месяц назад в Брянскую область эта группа, по их словам, уже проникала. Киев впервые с начала войны опубликовал видео с обстрелами территории России. Речь идет о записи, которая появилась еще 2 апреля в телеграм-канале «Генерал Марсель». Когда именно было сделано видео, неизвестно. И такого рода видео ВСУ открыто выложили впервые. Позже пользователь Твиттера вычислил по спутниковым снимкам, что на записи последствия обстрела окрестности села Цаповка в Белогородской области. Это чуть больше километра от границы с Украиной. Страну ООН осудили в выступлении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребенка в России. На днях она приняла участие в неформальном заседании совбеза по видеосвязи. Ну, что, собственно, логично, не поедет же она в ООН с ордером на арест. По словам Львовой-Беловой, Россия прекрасно обращается с украинскими детьми. Никуда никого не депортируют, всех спасают и дарят игрушки. А главное, пытаются воссоединить с семьями. Китаю эти заявления понравились. А вот США приостановили онлайн-трансляцию заседания, когда на экране появилась Белова. Интереснее всего высказался Лондон. Представитель Британии в ООН заявил, что совбез это не место для дезинформации. И если Львову-Белову хочет дать какие-то комментарии по своей деятельности, то их с удовольствием выслушают в ГААГе. Икономист пишет о главном ночном кошмаре российского патриота – об украинских солдатах-геях. Украинская армия, как наследница Советского Союза, особой толерантностью к геям раньше не отличалась. Журнал поговорил с одним таким военным, Павлом Логойдой, который вступил в ВСУ в 21-м году. Свою ориентацию он хотел скрыть, но сослуживцы все поняли довольно быстро. Естественно, за этим последовала агрессия. Со временем, правда, издевки поутихли, а начало войны вообще все поменяло. Сейчас Павел на фронте, и все 180 человек в его подразделении в курсе его ориентации. Его фотографии постят в Инстаграме с другими ЛГБТ-солдатами и в том же аккаунте продают мерч, в том числе нашивку с огнедышащим единорогом. Теперь Павел такой же солдат, как и все остальные, потому что тоже защищает Украину. Кроме Павла в ВСУ служат еще тысячи солдат-геев. К тому же украинские ЛГБТ-группы во время войны активно занялись гуманитарной помощью. И благодаря этому украинское общество начало менять свое отношение к правам ЛГБТ. Гомосексуальность в Украине перестала быть преступлением еще в 1991-м, но прогресс на этом застопорился. Однополые браки все еще запрещены, и законы против дискриминации ЛГБТ Верховная Рада до сих пор не приняла. Даже проевропейская революция 2014 года не привела к каким-то позитивным реформам. Но после российского вторжения процесс пошел активнее. Официальная петиция о создании в Украине однополых гражданских партнерств набрала нужные 25 тысяч подписей и отправилась к президенту Зеленскому. А тот поручил правительству рассмотреть вопрос. Правда, в украинской конституции брак записан как союз мужчины и женщины, а при военном положении конституцию менять нельзя. В Раде после успеха петиции тоже внесли законопроект о гражданских партнерствах. По опросам, уже больше половины украинцев выступают за равные права для геев и бисексуалов. И на войне это реально важный фактор. Если закон о гражданских партнерствах примут, у ЛГБТ пар будут такие же права, как у гетеросексуальных супругов. А это значит, что парень раненого солдата сможет посещать его в реанимации. А если солдат погибнет на фронте, его партнер сможет его похоронить, получить наследство и поддержку от государства. Ну а еще к равенству прав украинцев подталкивает риторик России. Украина хочет быть культурной и политически ближе к западу. А там во многих странах ЛГБТ пары могут жениться или вступать в союзы. И с их дискриминацией государство борется. Ну и наоборот. Россия давным-давно затирает про ЛГБТ инструкторов НАТО, опасных геев-педофилов, которые придут на русские земли и уничтожат наши традиционные ценности своими дьявольскими гендерами. На оккупированных России территориях геев, лесбиянок и трансгендерных людей активно преследуют. Так что теперь украинцы стали понимать, что гомофобия это на самом деле просто пропаганда. В отношениях с Россией Китай делает практически что хочет. И Россия вряд ли может сильно сопротивляться. И такого рода китайский абьюз доходит даже до воровства военных технологий. Ну а что? Купил, разобрал, скопировал, сделал свое, ну и продал. Нефритовый стержень кладешь на лицензии и все, что защищает товара от копирования, даже самолеты и системы ПВО. И партия тобой довольна. А Россия молчит. Ни для кого как бы не секрет, что Китай плагиатит западные технологии. Но вот ни одно российское СМИ вам не расскажет, что Китай построил собственный флот боевой авиации и систему ПВО на основе технологий российских. А началось это еще в 90-е. Разбираемся в деталях с американским военным изданием Defense One. В самом начале холодной войны Пекин в плане вооружений тотально зависел от Москвы. Сталин поддерживал Мао в гражданской войне в Китае. Это к слову о том, кто там какие государства придумал. Да, Владимир Владимирович? Запишите. И Сталин же Паук построил военную промышленность и в конце концов поделился советскими самолетами МиГ-17 и МиГ-19, которые как-то потом стали китайскими истребителями J-5 и J-6 соответственно. Москва продала Пекину лицензию на свой бомбардировщик Ту-16, который в Китае переименовали в H-6. Так СССР позволил КНР копировать свои проекты и вооружил Красный Китай. В 60-х и 70-х Москва и Пекин разругались по идеологии и начались территориальные споры. Но вот после распада Союза в 90-е Пекин и Москва снова стали сотрудничать. Китай получал и переделывал под свои нужды военные технологии, но вот не только легально. Причем российские военные предприятия как бы игнорировали промышленный шпионаж. Какой промышленный шпионаж? У нас денег нет, а вот Китай дает заказы. Так вот в 96-м в Китае появился самолет J-11, полным прототипом которого был Су-27. Сначала Пекин официально купил и самолет, и лицензию на его производство у себя. Но потом разорвал сделку, хотя J-11 наштамповали аж 400 штук и продали в третьи страны. На каждом таком самолете Москва теряла около 30 миллионов долларов и получила прямого конкурента на рынке вооружений. Когда в Китае захотели модернизировать J-11, то купили российский передовой истребитель Су-35, внесли несколько изменений и получили свой истребитель J-11D. А когда Пекину понадобились истребители, которые взлетали бы с палуб кораблей, они купили ранние модели российских Су-33 и создали свой J-15. Про лицензии вообще забудьте. Также КНР построили и свою систему ПВО. Советский С-300, купленный у России, конечно же, стали китайскими ракетными комплексами HQ-9. Они до сих пор основная система ПВО китайской армии. Ракеты к системе HQ-16 связаны с ракет российского БУК М1-2. Правда, тут все же пришлось пойти на официальное сотрудничество с заводом Алмаз-Антей. В 2014 Китай купил самые современные российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Начал их испытывать и сейчас, как пишут журналисты, стал вносить в конструкцию изменения. А терпит Россия это по банальной причине. Той же, что и в 90-е. Деньги здесь и сейчас. Потенциальный конкурент на рынке вооружений не учитывается, потому что он только потенциальный. Зачем защищать лицензии и получать большой длинный рубль, если можно продавать прямо сегодня? Сейчас, когда Россия завязла в войне против Украины, дела приняли еще более интересный оборот. Так как огромные китайские склады, заваленные фактически бывшей российской техникой, Китай наваривается на том, что покупал и копировал у партнера. Ведь военные поставки России сейчас очень нужны. Аналитики пишут, что в феврале китайская фирма AVIC International поставила запчасти для российского истребителя Су-35 на сумму 1,2 млн долларов. А китайские ВВС через дочернюю компанию продали важные компоненты для российской системы ПВО С-400, оборудование для вертолетов Ми-171, дронов и запчастей к ним на 12 млн долларов. По мере того, как война продолжается, зависимость России от Китая усиливается. Характерно, что это понимают и в Москве. Как писал коммерсант, технологический суверенитет для России и Китая означают две разные вещи. Китай хочет владеть всеми ключевыми технологиями мирового лидера, а Россия иметь минимальный набор технологий, чтобы не отставать от Запада. Агрессор может остановить не только пуля или ракета, но и камера, а точнее широкое освещение его неправомерных действий. И так считают не какие-то журналисты и активисты, а сами военные. Американское военное издание Defense News приводит слова контр-адмирала Майкла Стадмена. Тот утверждает, что распространение фото и видеоаппаратуры помогает фиксировать неправомерные действия агрессивных стран, но и доказывать международному сообществу их злые умыслы. По его мнению, это уже сейчас помогает бороться с российской и китайской пропагандой по всему миру. Мы все помним, как недавно над Черным морем российские истребители сбили американский беспилотник Риппер, который, как утверждает американская сторона, летел в международном воздушном пространстве. А вот российская сторона утверждала, что он летел близко к аннексированному Крыму и вроде как упал сам. Но весь мир увидел видео, которое снял сам пострадавший дрон. И российской пропаганде нечем крыть такой серьезный аргумент. Но попробуйте независимому зрителю рассказывать об американской агрессии. Но это касается не только России. На другом конце мира в Южно-Китайском море неправомерно ведет себя уже Китай. Он претендует на полный контроль над этими водами. Сейчас море поделено между несколькими странами. И недавно камеры зафиксировали, как китайский корабль в международных водах пытается ослепить филипинское судно береговой охраны. Кроме того, американцам показали, как с 21 по 23 годы китайские самолеты около сотни раз перехватывали американские в международном воздушном пространстве. Такие случаи однозначно не могут считаться поводом к войне, хотя и остаются очень опасными прецедентами, на которые обязательно нужно реагировать. И действием не любых силовых методов может быть резонанс, а точнее тщательный мониторинг таких нарушений и быстрое оповещение об этом мировых СМИ с доказательствами. По словам Статмана, лучшее оружие против агрессора – это не пистолет или ракета, а камера, которая покажет, что происходит на самом деле. Сейчас Пентагон считает Россию и Китай главными угрозами безопасности, и американские военные все больше внимания уделяют мониторингу действий Москвы и Пекина. Ведь если недобросовестные действия не вскрывать, их будет становиться больше и сохранять молчание не в интересах мирного сообщества, считает генерал. Вчера север Израиля обстреляли со стороны Ливана. По сообщениям израильских военных, всего выпустили более 30 ракет. 25 из них перехватила израильская система ПВО «Железный купол». Известно, что один человек получил легкие осколочные ранения, о погибших к счастью не сообщается. По данным агентства Reuters, в обстреле виновата группировка «Хамас» – палестинское исламское движение, члены которого контролируют сектор газа. Некоторые представители спецслужб, с которыми пообщались журналисты, не исключают, что к обстрелам может быть причастна и Хизбалла. Это военизированные организации в Ливане, которую во многих странах считают террористической. Депутат ливанского парламента Касим Хашем заявил, что Ливан не имеет к обстрелам никакого отношения. Вчера на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Жириновскому. На постаменте выгравировали две его цитаты. Одна про то, что он всегда будет защищать русских, а вторая, что он предпочтет жить полуголодным в тайге и помогать людям, чем отдыхать в райском саду. Но это еще не все новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что скоро партия запустит нейросеть «Жириновский». В программу загрузят все выступления Жириновского, его статьи, цитаты, интервью. А на выходе получат ответы в стиле Жириновского. Такое вот цифровое бессмертие. В китайских СМИ произошел скандал невероятных масштабов. Миллионы экземпляров газеты Жеминь Джибао отозвали и уничтожили из-за одной ошибки. Журналисты выпустили статью с заголовком «Центральное правительство оценивает ситуацию». Чувствуете проблему? В этом тексте нет товарища Си. Как же в Китае может быть правительство без Си? Непорядок. Звучит как что-то из книжки Оруэлла, но для китайского правительства это серьезный вопрос. Особенно после того, как авторитет Син Цзиньпина в Китае пошатнулся из-за политики COVID-0. Скорее всего, редакцию газеты ждет череда увольнений и кадровых перестановок. В Алжире к ночной молитве присоединился неожиданный гость – кошка. Она запрыгнула на имама, который в это время читал молитву в мечети. Тот прерываться не стал, а погладил кошку и позволил ей посидеть у себя на плечах. А у меня на сегодня все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok